Приветствую вас. Вопрос как до кого бы вы не задаете, просто обписывайте свою ситуацию, просто хотите, наверное, чтобы мы дали какой-то комментарий. Если говорить по существу, то, наверное, самый лучший комментарий был дан вам, экспертам Лидии. Она правильно сказала, что мужчина вас обманул и вам нужно пережить раздавание, вам нужно обратиться к любому. любому эксперту на нашем ресурсе, хотя бы, для того, чтобы проработать вот этот вот самый синдром расставания, который может потом очень сильно мешать вам жить. Но, понимаете, на мой взгляд, на мой взгляд, все немножечко не так просто. То есть, для начала, хочется сказать вам о том, что вы ведь по какой-то причине этому мужчине доверились. То есть, вы по какой-то причине вступили с этим мужчиной в отношения, да, и вы, собственно, доверяли его словам, доверяли его, как бы, обещаниям, но при этом действия от него, если я правильно вас понял, вы не видели действия, именно действий от него. И, соответственно, когда мужчина вас обманул, когда мужчина по сути дела вас бросил, вы оказались к этому не готовы и, соответственно, вообще не знаете теперь вероятность, что вам делать. Так вот, момент здесь какой? Некоторые, вот какие-то, какие-то особенности вашего характера, какие-то особенности вашего отношения к себе и так далее, позволили вам строить отношения именно так? То есть, что это значит? Это значит, что вы по какой-то причине, несмотря на симпатию, то есть смотрите, что вы говорите. Вы пишите здесь одно, что через некоторое время возникла симпатия, как мне показалась обоюдная симпатия. То есть, мужчина даже, если я правильно вас понял, не обещал вам как таковой любви, что он не признавался вам любви, простите, если я как-то неправильно понял вас, но это как бы вытекает из того, что вы пишете. То есть, по вашему описанию получается так, что мужчина вам не обещал именно любви какой-то. Мужчина не обещал вам ничего такого, прямо уж серьезного. И вы сами, значит, судя по всему, судя по тому, что я прочитал, вы сами приняли желаемое за действительное и начали ему доверять, начали ему верить. Что сказать? Что сказать? Возможно, речь идет о некоторых ваших потребностях. На мой взгляд, такое поведение, ваше, оно является в общем и целом нормальным. Оно является следствием того, что у вас есть определенная потребность. Например, вы очень сильно испытываете потребность в том, чтобы быть с мужчиной, чтобы иметь отношения, чтобы не быть одной и так далее. И если я, вот в этом отношении прав, если я действительно не ошибаюсь, то тогда вам необходимо свои желания осознать, понять причину такой нуждаемости. И эту нуждаемость реализовать самостоятельно, чтобы, как вам сказал эксперт другой, не быть зависимой от мужчины и чтобы выстраивать с ним равноправные отношения. Чтобы не верить пустым словам, чтобы не верить пустым обещаниям, а чтобы именно вот как раз смотреть на то, как мужчина себя ведет по отношению к вам. И, исходя из этого, да, действовать, ну, уже, как бы, соответствующим образом. Понимаете, такая вера, как вот у вас, мужчина, такая вера, она всегда практически чем-то обусловлена. И, если говорить об обусловленности вашей веры, то это может быть, конечно, наивность. То есть, это вот первое, что приходит на ум, да, наивность. Ну, а понятно, что наивность вы, скорее всего, не являетесь, потому что вы работаете в финансовой сфере и, в общем-то, имеете дело с деньгами, с финансами и так далее. То есть, я не думаю, что здесь у вас, ага, серьезно, действительно имеет место быть, вот, какая-то наивность. А значит, у меня есть какая-то мотивация. То есть, что-то вами двигало, когда вы, значит, доверились этому мужчине. И, вот, нужно вам для себя вот эти моменты определить. Далее. Далее вы пишете такую, на мой взгляд, очень интересную вещь. Это то, что, значит, вы любите мужчину, но вам очень больно. Вот, вот, то, что вы пишете, любите мужчину, но вам очень больно. Ага, возникает, возникает, на мой взгляд, такой, насколько, ну, логичный вопрос. А если вы любите мужчину, это значит, что ему сейчас хорошо. И если вы любите мужчину, то это значит, что вы желаете ему счастье, желаете ему добра, желаете ему всего самого лучшего, да? И это означает, что, вообще-то говоря, вам больно быть не должно. Потому что мужчина счастлив и, неважно, совершенно с вами он или без вас. Но вы все равно испытываете боль, все равно вы испытываете негатив. Значит, вам мужчина для чего-то был нужен. Вам мужчина, ваш, с которым вы встречались, воспринимался вами, ваш мужчина воспринимался вами, своего рода, как средство для достижения своих целей. И вот именно об этом я вам и пытаюсь сказать, что как у вас были потребности в том, вот в том, чего вы недополучали, и, кстати говоря, продолжаете по всей вероятности недополучать до сих пор, так это с вами сейчас и происходит. А человек, по сути, что делает? Он пользуется тем, что у вас есть потребности, и, подгазывая вам, что эти потребности он вроде как может вам удовлетворить, и, естественно, он пользуется вами. Просто потому, что по-другому не бывает. В действительности, ни о каком предательстве, в действительности, ни о каком таком обмане, речи, на мой взгляд, на мой взгляд, еще раз повторюсь, на мой взгляд, не идет. Потому что мужчина изначально просто-напросто вас использовал. Ну, вот такое у него было, скажем так, изначальное желание, изначальный план, если угодно, да, и именно так он изначально это планирует. Хорошо это или плохо, мы здесь сейчас судить не будем, потому что это не имеет никакого смысла. Но, что нужно сказать? Нужно сказать, что, во-первых, вам необходимо более четко понимать причины поведения мужчины такого. Во-вторых, вам необходимо для себя выделить ваше желание, понять, что вы стали, по сути, зависимой от человека, и вот эту зависимость вам нужно убрать, чтобы такая ситуация больше не повторялась, потому что в один случай она рано или поздно произойдет еще раз, и вы опять, по сути дела, будете страдать только лишь. А мне бы этого не хотелось, и никому бы, из экспертов, этого бы не хотелось, я уверен. Вот. И, соответственно, если вы проработаете, если вы проработаете свои вот эти вот желания, если вы проработаете свои потребности, если вы будете лучше понимать, что вы хотите, что вам нужно, а также более, может быть, эффективно позиционировать себя в отношениях в принципе, то есть, если вы будете, например, понимать лучше, ну, допустим, допустим, лучше понимать, кто вы в отношениях, что вы хотите получить в этих отношениях и так далее, а также, что вам нужно от мужчины, да, то есть, лучше будет проработка вашей именно ролевой сферы в отношениях. то проблем, которые у вас, которые есть у вас сейчас, вас не будет. И вы сможете больше в такую ситуацию не попадать. Просто потому, что исчезнут все предпосылки для этого. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Понятно, что травма от разрыва она еще будет давать вам особе знать. Но чем быстрее вы перестанете считать, что это именно предательство, чем быстрее вы поймете, что мужчина просто изначально действовал в своих интересах, и вы видели его не его настоящего, а его образ, который вы хотели видеть, этот образ был продиктован вашими желаниями, вот чем быстрее вы к этому придете, тем легче вы отпустите эту ситуацию и быстрее начнете жить дальше, уже набравшись опыта и не повторить больше таких ошибок. Вот в принципе то, что можно вам сказать. Это все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к помогу, если вам понравилось мое ответ, буду благодарен, если сделать это его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.